Всем доброго времени! Слушайте, у нас 1 октября, канал Изимания. И по поводу темы нашей, о которой я рассказывал, товары с Америки, на отзывы. Вот как раз по хорошему примеру пройдемся, по практическому примеру, так скажем, товара, который человек реально уже купил, уже взял и отправил себе на Украину. Есть люди, которые отправляют в Казахстан, там проблемы с доставкой. Сейчас мне говорили 20 долларов за килограмм, но Украина, так понимаю, по визе 1 доллар 1 месяц была акция, а потом будет по 5 долларов. В России, я смотрел, тоже 5 долларов стоит. То есть смысл один, мы берем товары различными тактиками, человек конкретно расскажет. Берем с Фейсбука, берем топ-ревьюеры, берем под товарами. На каждой стадии, разный товар по разным ценам, надо сначала прокачать, естественно, аккаунт. Сергей, ты рассказывай с самого начала, как у тебя там получилось? Да, всем здравствуйте. Все началось с того, что я посмотрел видео Дениса. Ну, мы с ним до этого еще созванивались, списывались, познакомились, пообщались. На основании вообще, ну, на основании вообще темы Амазон. И посмотрев видео, я решил попробовать не со стороны, как додавать, со стороны, как покупать на ревью, на рецензию. Ну, чего иначе, я, получается, поступал в все группы непосредственно Амазона, которые в Амазон Ревью, их очень достаточно-таки много. А покажи, как ты находишь, на примере твоем конкретно. Я так понимаю, в поиск забиваешь. Амазон Ревью, элементарно, вылетает и группы, вылетают люди, и ты выбираешь больше групп. И, соответственно, по группам... Ну, да, Андрей. Знаний особых там по-английскому не надо, достаточно базовые, базовые, это самое, отзывы писать, просто писать именно, указывать все нужные вещи. То есть по качеству товара, по сервису. Ну, да, и желательно по группам лазить уже непосредственно на английском языке без переводчика, потому что потом привыкаешь. Да-да, развитие даже, знание языка, в любом случае, стихонечко развиваешься. Ревью, я тоже думал, что через W, оказывает через W. Там надо забить просто Amazon Ревью, скирай все это. Да, я забила, а видишь, оно. А ты автоматом тоже нажал. Ты нажми на эту штуку, на поисковик. Поисковик нажимай. Вот. Сейчас вылетут у нас сначала группы, а потом люди. И вот там будет написано больше групп. И туда, грубо говоря, смотрим просто по странам, откуда кому удобнее. Может, кто-то в какой конкретной стране живет, ему, соответственно, будет оттуда удобнее товар брать на ревью. В общем, да, выбиваете. Просто америкосы больше раздают товара. Короче, не получают у тебя там. В общем, не в этом суть. Выбиваете сюда, пишете Amazon Ревью в группы и добавляетесь. Ну, сколько и количество этих групп. Это те, которые меня приняли. У тебя сколько групп? У меня вот штук. У меня вот штук. Проблемы даже их не еще. Штук американских. Я просто смотрел, у меня там этот подсчет какой-то был. Больше двухсот штук. И я, в принципе, особо даже не напрягался. Хотя... Да, они, в основном, там все повторяют. Да, хотя проблема, да, действительно, со временем, а уже профессионально этим смотреть, заниматься. Естественно, надо отсеивать. Это время на них тратить. Ты запаришься. То есть, выбрать там действительно свои пару десятков нормальных групп. Потому что есть группы разные. Есть сообщества, куда выкидывают товар. Есть группы. Есть... Они в основном закрытые, кстати. Есть группы, где с тех людей, которые дают товар на отзывы, там деньги берут или берут какие-то... Ну, там бесплатный товар организаторам групп, там и так далее. То есть, такие группы. Для того человека, который берет, делает ревью, для него ограничений никаких нет. То есть, у меня 200 групп. Это тех, которых чисто вот неудобно куда товары сдавать. Бесплатно. А у тебя, наверное... Ну, этих групп вполне достаточно, к которым я вступил. Да у тебя, по-моему, мне кажется, еще больше. Потому что я куда не зайду, ты видишь... А, я везде меня уже даже в Facebook говорил, что это благородный. Поэтому ограничим вашу активность. Ну, все правильно. В таком ключе. Непосредственно, сначала, ну, понятно, начинается все с того, что мы делаем свой профайл. Ну, мы привязываем карточку к Амазону. Непосредственно делаем свой аккаунт, профайл. Пишем. Вот. У меня здесь написано Нью-Джерси. Это вы позже поймете, почему я здесь написано в Нью-Джерси. Потом мы регистрируемся на модной касте. Это сервис Украины. Global Service. Мы как раз про Украину рассказываем. Именно твой опыт. Все правильно. Ну, Россию я тоже смотрел вот в Гугле. То есть, 5 долларов без проблем. Можно через... Вот. Революция доставки. До этого было, с августа, у них у первого октября при оплате карты визы, 1 килограмм бесплатно. Авиадоставка. И все, в принципе, соответствует. Поддержка у них очень хорошая. Я звонил в поддержку. И ночью звонил. И они все доставят. Ну, телефон на главной странице их не телефон. Все достаточно понятно. Отзывчивая поддержка. Их проблем абсолютно. Поэтому, если мы все объясняем. Поэтому, действительно, говорят, что на словах оно так и есть. Что от 100 грамм начинается все у них расчет. 5 килограмм. То есть, здесь регистрируетесь. Получаете личный ваш адрес. США. Вот у меня в New Jersey. Ну, и меня товарищ тоже. Если вдвоем, он тоже в New Jersey. Только МК. Это твой мобильный номер телефона. Здесь эта ячейка соответствует мобильному номеру телефона. Индикационный номер. Да. И все. И забиваете сюда. То есть, и без проблем. Получается, вот мои заказы. Один вопрос. Это те заказы, которые только идут. Сейчас мы откроем первую вкладку. Хотел спросить. Они комбинируют или они по отдельности? То, что Amazon присылает? Комбинирует Amazon. Amazon, допустим, если я делал 4 ордера, 4 заказа. И я их абсолютно разными. Вот я ордерами делал. То непосредственно Amazon их все объединяет в одну посылку. И тогда, конечно, вес больше. Ну и получается. Вот я сегодня зарегистрировал посылку. Первого числа. Это уже у нас без акций. Три, четыре, пять. Ну вот. Заказ ожидается на слайде США. Это наушники, которые я купил непосредственно на рецензию бесплатно. Взял. И детскую игрушку я своей дочке купил. Там хорошая цена была. На подарок. Сколько? Стоимость доставки в Украину у меня выходили 14 гривен. Ну это сколько? Это полдоллара. Нет. Ты товар какие купил? По каким ценам? Наушники. Вот. Сейчас я товары покажу. И стоимость доставки в Украину, соответственно, доллар. Ну там чуть-чуть меньше. И того я заплачу полтора доллара. Сейчас я вам покажу, какие товары я купил. Сейчас. Так что Амазон, он дает развитие и в других направлениях работы. Я уже в комментариях, в группах написал, говорю, скоро бедные русские, казахи, украинцы, белорусы будут главными обзорчиками на Амазоне. Ну главное, чтобы обзоры делали нормально, чтобы... Ну если люди порядочные... Ну если люди не писали обзоры, они брали товары, потом... Не кидали, ну понятно. Ну что они пишут, да. Ну вот и взял вот то, что On The Way. Оно в пути. Вот я купил, это дочки я купил за 5.74. А это наушники за 28.88. Но мне их дали бесплатно. Итого, давайте вот посмотрим Invoice. Откроем Invoice. Там будет все более понятно, чтобы они на словах. Итого, игрушка 5.74. Наушники 28.88. Купон, я использовал купон, минус 28.88. Всего 5.74. И сейчас я перетяну. И налога 40 центов налога. Вот у нас выходит 6 долларов 14 центов. То есть наушники идут мне бесплатно. А они посредством детской игрушки. Это не акцион, это товар Амазона. И кстати, когда я только начинал это все делать, я писал в Амазон поддержку. И Амазон... У нас были там кое-какие сложности. У меня там купоны не проходили. Он мне подарил 10 долларов. И я... То есть дал как бы... И я вот эту игрушку Lego, тоже дочке. Она так стоит 12 долларов. Это sold by Амазон. Я ее купил за 3 доллара 20 центов. То есть все честно, я использовал те 10 долларов, которые мне подарил Амазон. И вот вы смотрите, что я взял. Это все чисто... Кроме этого товара, я за него скажу отдельно. Это все я взял непосредственно на фейнбук-группах. То есть зонтик, доллар, штаны, бесплатные. Виртуальная камера, виртуальная реальность. Samsung, который сейчас рекламирует. На грузу к телефону к своему. А тут и бесплатный так можно получить. Ну, естественно, платить за доставку. Причем доставка... Да, доставку вы же видите. При том, что сейчас убрали этот сервис, равно доставка не стоит... Доставку померите. Про Prime расскажи. А, про Prime отдельно расскажу. Эти наушники я выиграл на Giveaway Service. Сайт есть такой. То есть мне дали их на обзор. Рюкзак тоже 99 центов. Две кусколонки по 2 доллара. Перчатки детские. Это все за какого период времени? Это все я при активном... Ну, довольно-таки активном работе. Ну, как, нельзя сказать это работе. Хобби, активное хобби. В комприятиях. Ну, где-то, грубо говоря, 10 дней. Именно в календаре. Да, хапнул. Рубашку тоже 3 доллара. Ну, рубашка, я вообще, у меня старт был такой, что я брал все для того, чтобы... Прокачать аккаунт. Прокачать аккаунт. Потому что люди смотрят всегда аккаунт Фейсбука и аккаунт на Амазоне. Если у вас есть уже... Аккаунт по путешествующие 95 центов. Если у вас есть отзывы, соответственно, вам дают более дорогие товары. Чем больше отзывов, тем более дорогие товары вам доверяют. И ты выиграл как раз. Из-за того, что он посмотрел твой личный профиль на Амазоне и Фейсбуке, его устроил, из тех вариантов, которые были, те из-за этого дали. Было бы у тебя, будет там 500 тысяч обзоров, соответственно, с отзывами. Тебе отношения будут, тебе уже будут предлагать. Ты уже будешь отказываться. Еще полезность до отзывов не имеет значения. Да, это, конечно, но это постепенно. Универсальный адаптер бесплатный. Мне китайцы письмо написали на почту, о том, что они хотят спротануть со мной с адаптера, а потом будет видно, что мы вам еще вопросы предложим. По поводу обзора переписки с китайцами, это мы сейчас приедем. То есть, то с гарнитуром. До 99 пауэрбанк, 40-99 очки. Вот они, кстати, очки уже пришли. Все в порядке? А денег? Одевать, одолжение, они такие больше пляжные. Неважные. Итак, покажу вам такие очки. Ничего такого сверхъестественного, но тем не менее. Киборги, я помню, с Ван Дамом. Да, по пляжу. У главного плохого актера. Бирать подойдут. Блютуз, тоже трансмиттер. Он пришел, но на работе он уже ко мне пришел. Бесплатно. То, стоимость на Амазоне, по-моему, 30 долларов. Ну, можем вот опять же, как эти двоицы. Все в двоицы это будет отображено. 31 доллар 99 центов. И он абсолютно бесплатный. Смотрим дальше. Вот это заинтересует. Эти наушники, это они были акционные. 6 долларов 99 центов. То есть стоимостью 20 долларов. Они как бы, я не списывался, они просто выкладывают в группу своей. Покажи группу любую. Опять же, сейчас давай посмотрим, какие товары сейчас есть. Ну, вообще до конца покажу. Ну да, да. Это защитная Samsung Galaxy Note 7, батарея, чехол батарея и два рюкзака. Это мой был самый первый рюкзак, который мне дали на отзыв. Самый первый заказ. Я еще даже не куплю правильно. Мне его дали за 9,99. 22 сентября. Да. Вот это был мой самый первый рюкзак. Это была пятница, по-моему, я его оформлял. Это была самая первая покупка. Я не знал, как оформить. И этот рюкзак мне дали на ревизу. По купону. Но кто будет этим заниматься, мне Амазон написал письмо. Я делал Амазону запрос о том, что нельзя две вещи в одном заказе использовать два купона. В общем, в одном заказе. Для каждого изделия, которое идет по купону, надо делать отдельный орден. Отдельный заказ. Я, чтобы сэкономить на доставке по США, я купил этот рюкзак по полной стоимости. За 7 долларов он был на скидке. А этот, получается, я купил за 9,99. И мне вышло 16,98. Вот можно посмотреть. 17,99 – это полная стоимость одного рюкзака. 44,99 – полная стоимость второго рюкзака. Видите, этот рюкзак я купил по полной стоимости. А этот минус 35 долларов купона. Итого минус доставка. Флешит им, потому что больше 49 долларов вышла покупка. Это еще не было. Купим Prime. Что нам дает Prime? Prime нам дает бесплатные доставки по территории США. До моего адреса в New Jersey. Я купил Prime помесячно. Первый месяц идет бесплатно. Каждый последующий месяц по 10 долларов. Есть, можно купить Prime на год. 90 долларов. Ну, я беру помесячно. То, что я понимаю, что это дороже. Но еще неизвестно, какие подводные камни я могу купить в будущем. И, чтобы избежать трат, я могу его в любое время отключить. А почему? Видите, сейчас видите, непосредственно все заказы. Грубо говоря, этот рюкзак, доставка этого рюкзака стоила тогда 6 долларов. То есть, видите, все заказы, где-то тут доставка без Prime. Я думаю, ну, долларов на 40, на 50. То есть, а так как вы подключаете Prime, вы платите 10 долларов. Да, ну, это такой взнос, грубо говоря, Amazon. Но он себя оправдывает. Действительно, и чем больше вы покупаете, тем, видать, Amazon как-то вас лонжирует. Покупаете, что вы? Чем чаще совершаете покупки. И тем быстрее он доставляет, и тем быстрее он грузит, и тем быстрее он вывисит свои деньги со счета. Практически берет бесплатно. То есть, мы сейчас с моим напарником на работе, мы это все делаем. Вот мы берем одновременно с ним взяли и заказали по этому зонтику. Он его нашел, он на 2 часы, он тоже написал. Мне тоже дали купон одновременно. Мне уже погрузили, он пришел. А ему только его погрузили. У него только начинается уделительность на базу. То есть, это действительно так. Ну, на примере зонти. Вот. Я хотел дополнить по поводу того, что к прайму. Во-первых, у них покупатель на первом месте в Америке. Это не как у нас, в наших странах. А действительно на первом месте. То есть, у нас об этом заявляют, а у них реально это так. Они могут делать все, что угодно. Они могут вернуть товар, как правило, до 30 дней. Ну, то есть, просто вообще они делать могут все. Они могут поносить вещи, отдать, вернуть. Ну, по беспределу, короче. И второй момент, почему Нью-Джерси. Потому что у него как раз посредник вот эта новая почта находится по адресу Нью-Джерси. Не новая почта, а Моднокаста. А, извиняюсь. Моднокаста просто сотрудничает с Моднокастой. Ну, вот я говорю, вот эта вот. Она находится по адресу именно Нью-Джерси. Из-за этого в Нью-Джерси и доставляется. Ну, да, вот можем посмотреть мой заказ. Какой-то заказ, который был. Ну, смысла уже нет, который был до 1 октября уже. Просто акционный килограмм, где вообще вещи приходили. Вот, мне еще пришел в этот. Кстати, вот я вам могу показать этот рюкзак. Который мой большой уже показывать не буду, будет неудобно. Который, сейчас, минутку. Я вам покажу на картинке и покажу его непосредственно физически. Вот этот рюкзак. Вот этот рюкзак. Он действительно такой походный. Да, его сильно походстве не кладешь, но взять с собой куда-то на пляж. Может, если потом надо вот так раскладываться, превращаться в такую сумочку. Ну, в таком плане рюкзак. Вот он физически ко мне пришел. Вот пришли наушники. И вот пришло защитное стекло. Поэтому я, это я, пишу обзоры. И непосредственно... По-честному все. Нет, все по-честному. Я даже пишу в Китай, потому что ни одним, кому я дал, непосредственно мне направил товар на обзор. Но я никому не ответил на почту. Я всегда принимаю консультирую критику. Я изменяю свои отзывы. Дополняю. Да, и получается, какая у меня стратегия. Я пишу отзыв, когда мой товар пришел на склад в Нью-Джерси. Я пишу совместный отзыв, а фотографии я добавляю, когда мой товар пришел уже непосредственно в Украину. Я делаю фотографии и их добавляю. То есть, сначала я пишу совместный отзыв, потом непосредственно фотографиями дополню. Мне может показать какой-то отзыв, пишешь любой, нажми на любой товар и зайдем, сейчас мне... Сейчас, ну да, получается, язык, только начинаю говорить, вспоминать, потому что я не носитель. Такого у меня необходимости не было. Вот мои фотографии, ну, было четыре, чего-то две, может, удалил, хамазон, может, еще что-то. И вот мой непосредственно. Как все выглядит. Все, да, ничего там особого нет, через переводчик. Так, я стараюсь... На русском набил, на... Ну, не совсем, я стараюсь писать не сложными предложениями, ну, поставить предложениями, потом перепроверяю еще отдельно переводчиком, и чтоб как-то, ну, как говорят, читалось. Я набиваю на Яндексе, Гуглом выделяю и проверяю Гуглом. То есть, если нормально, английский уже... Вот, да, тут три фотографии, а вот четыре, все как было. Вот я там пришел, это у меня на работе, непосредственно на подоконнике разложил, и бы фотографировал. Вот мой отзыв. То есть, я стараюсь обратную связь поддерживать, я когда уже дополняю фотографиями непосредственно продукт, на которые я взял на лицензию, я пишу хозяйка, ну, владельцу, да, и пишу, что все отработано, спасибо, буду рад сотрудничать в будущем. Кто говорит просто спасибо, кто ничего не отвечает, кто-то, наоборот, пишет, что у нас добавили в базу какие-то надежные лицензиаты, и тогда нужна необходимость, мы будем к вам обращаться. Теперь перейдем непосредственно к избу группам. Вот нажимаю главное. Понеслась. Да, это не на ревью, это на рекламу. Это реклама. Сейчас. Понеслась. Это тоже. Ну, это я так понимаю. Дрова у нас свои есть. Сегодня вообще, в субботу, у них праздник в Китае, там, национальный день Китая, в субботу и так сам по себе кислые дни и выходные, а сегодня тем более. Кто-то новостей, у меня же уже друзей много, китайцев. Поэтому. Сейчас подойдем в какой-то товар, который, вот, нормная рецензия. Дисконт прайс. Клона 99, оригинальная цена для наобзора. Ну, мне это, как бы, неинтересно. И я не напишу, может быть, такой качественный обзор, который они хотели бы я. Здесь я не пишу. То есть, вот вся моя переписка с нашими китайскими партнерами. Это Англия. Да, это я написал, интересует, а потом написал, sorry, я видел, что это Англия. В самом деле, я так понимаю, у нас пока с Европы брать дороже, чем с Америки привозить. Правильно я так понял? Пока не нашли возможности транспорта. Ну, я не нашел ресурсы, которые с Англии возил бы так, как модно-касто возит с Америки. Дурдом какой-то. Англия очень интересный, перспективный рынок рецензий. Нам действительно хорошие, качественные товары дают, вообще бесплатно. Мне уже несколько обращалось человек по поводу непосредственно взять, чтобы я взял на рецензию английские товары. Ну, я не готов. Первым, там надо иметь прайм, тоже еще на Англии, чтобы поставка была бесплатная по Англии. И потом с Англии тянуть это все в Украину. Выходит дорого, долго. и просто, ну, я подведу людей, которые я давал на рецензию, то есть фотографии будут отличаются, у них может рекламная кампания уже закончится, а фотографии все еще. Сложности в любом случае везде есть. Да, то есть у Америки, конечно, ну вот, тоже товар на рецензию того же парня. То есть, то есть из интересного, сегодня были кроссовки, я отправил, что-то интересное. А, вот, кстати, то, что я писал, что, сори, здесь есть это с Англии. Сейчас, вот. Вот это, ну, по-моему, в ревью. Вот, и на этот, и она написала все это на Англии. Так что, ничего сложного нет, в группы вступили, новости смотрим, что поступил, новые товары. Пишем, пишем, PM, Interested, Send. Ну, PM, да, PM, это я тоже, что такое PM? PM, это Private Message. То есть, вы пишете, непосредственно, ему да, Private, пивайте, что вы, если это интересуетесь, почему вы можете это непосредственно делать, конечно, или вы, потому что вы там чем-то увлекаетесь, у вас есть опыт. И когда они непосредственно, ну, они пишут, просят вам прислать, а вот я написал кроссовки, видите, кроссовки, 15 людям нравится, вот я написал, кстати, мне уже, сказать, предыдущий комментарий, женские кроссовки дают на ревит. А цена почем? Они пишут. Ну, потом, я думаю, если я их не... Ну, понятно. I love, I love. Ну, так, I love this game. Все хотят Nike, кто бы спорил, я бы тоже хапнул бы. Я вот сейчас, например, с Таобао заказал, кроссовки, пумовские, заказал, короче, себестоимость от 3 до 4 тысяч. Получается, короче, с Китая отправляют, то есть, в Китае можно примерно за 2 тысячи купить их в рублях, если, доставка с Китая, уже с точки на севере Китая в Владивосток, и с Владивостока ко мне, это получается, если срочно, 1700 рублей, короче, 1770 за 5-7 дней. Представляешь, то есть, как с Америкой. То есть, у меня 3 килограмма, я плачу 1700. Это у нас получается, сколько там, 10-20 долларов. 20 долларов плачу, какой 20? Уж под 30 долларов за 3 килограмма, 10 долларов в килограмм. Это по России, я поставляю. Это в дурдом вообще. С Америки за 5 можно привезти, а с Владивостока до Саратова привезти там. Видите, вот эти кроссовки в другой группе уже. То же самое. То есть, они, продавцы тоже дают на раздачу товаров в разные группы. И, в таком ключе, дальше, дальше. Вы присылаете свой Amazon профиль. и фейсбук. И фейсбук. Профайл. Вот тут я про себя написал. Вот, у меня ревью ран, когда сколько у меня. Видите, уже раньше у меня вообще, раньше у меня вообще не было этого. Сейчас появилось, уже Amazon мне присвоил. 38 миллионов? Да, получается так. То есть, обойдешь, когда в несколько тысяч тебе уже будут заваливать этими предложениями. Насколько я знаю, они отказываются. Вот сейчас я пишу товар, мы отдадим этот товар на ревью только тем, кто входит первые 50 тысяч. Ну и все. То есть, там, допустим, какой-то, да, экшн-камера. Могу сказать, почему. Потому что, особенно в фейсбуке, беда с дропперами, дропшипперами, которые хапают в фейсбуке все подряд, им все равно, что взять. И они подкладывают потом под товар. для этого продавцам, ну, естественно, дешевле. Они становятся их конкурентами. То есть, это вот самый главный негатив у тех людей, которые раздают товар. То есть, тем, кто раздает товар, они постепенно набирают базу порядочных ревьющиков и, поставляя новые, новые, новые товары, они набирают новую эту базу. И потом уже сами вам предлагают те товары. Они просят, они просят, чтобы, да, сделали им обзоры. Те ревьюеры, которые, то есть, не то, что мы берем на халяву, халявщики такие. Мы не халявщики. Мы те люди, которые берут на ревью, это у многих, они профессионально занимают, делают сайты, делают группы. Ну, реально профессионально занимают, полупрофессионально. Делают, действительно, определенную работу. Кто-то на YouTube, кто-то на Facebook рассказывает. звезды, это аж самая реклама. То есть, мы предоставляем свой трафик, свою рекламу, свое, там, честное имя, грубо говоря. Вот. И, соответственно, кто раздает товары, они их раздают не просто так, они их раздают за какую-то задачу, там, сделать ревью, сделать, там, пост за постом. Инстаграм, YouTube, да. Да, чтобы, действительно, это продукция. Допустим, я только начну расширять, эти социальные сети, ну, они все равно говорят, у нас, главное, что мы это сделали в Твиттере, типа, нас, не может быть, не совсем интересует, что у вас сейчас мало подписчиков, ну, нас это устраивает, даже, что у вас мало подписчиков. То, что упоминается, идет ссылка на конкретный товар, на конкретный бренд, то это в любом случае, оно набирает какую-то массу. Вот. Вот это очень полезно, как вводит, полезность вашего ревью, я так понимаю, она тоже значительная. Вот ваш профиль, вы копируете и отправляете это непосредственно. Можно делать так же профессионально, вот этим, если заниматься, ну, более-менее. Брать, выбирать, когда ты сможешь уже ревью писать и друг за друг голосовать. Вот и все. То есть, такое же сообщество людей. Такое же сообщество людей. Голосовали, непосредственно, ну, ревью. Как переподписка на YouTube канал друг на друга, на группы там, и так далее. То есть, именно что-то же там. А, то есть, если действительно нормальная лицензия, и действительно человек, ну, ответственно подошел к этому вопросу, то почему? Просто здесь... Обязательно интересно, даже в чем-то может быть азартным. Здесь, здесь, конечно, здесь получается поиск, поиск, я-мое, плюс еще, кто хорошо и закон владеет, он может действительно объяснить, почему действительно ему надо дать. Потому что на начальной стадии мы набираем свой статус, грубо говоря, то есть, сколько у нас отзывов, сколько мы это написали. Новичку, естественно, сложно. Новичку на начальном этапе надо любой товар взять, чтобы написать несколько отзывов. Чтобы видно было, что это просто не бот. Потому что, еще раз говорю, те люди, которые сдают товары, им нужны реальные... Некоторые, наоборот, не писали. Нам подходит, я пишу, я начинающий ревьюер, ну, ну, доверьтесь, я вас не подведу, только там у меня вообще не было товара. Одни пишут, нас это подходит, это мне писали непосредственно по этому стеклу. Я так понимаю, опытный уже ревьюер, возможно, даже, ну, Они не берут, просто им не надо это. Они не берут... Ограничения еще есть, там тема такая с ограничением, то есть, ограничение в том плане, что ревьюер может там не больше там, по-моему, 300 ревью в месяц сделать. Тут еще момент другой есть, то есть, обратная сторона медали, то есть, все равно невозможно, это бесконечно эти все ревью делать и все остальное. И они выбирают, действительно, более ценные, более интересные продукты, которые им подходит. Некоторые только книжки, обзоры делают. То есть, у всех свое, это не значит, что они сидят там и что-то там мудрят. Просто есть реально люди, которые просто берут товар на ревью и, грубо говоря, не то, что там ревью напишут или не напишут, а просто будут в байбок засовывать и будут конкурировать с тем человеком, который им дал на халяву. Они, естественно, будут там. Да, вот у меня тут есть код, мне прислали, сейчас я постараюсь его дойти, по человеку, чтобы, может, получится... Попробовать первый товар? Ну, не первый, а один. Вот, код вместе с СССР. То есть, мне это, если всем интересно, я... То есть, мне это, если всем интересно, я коснул, что мне нравится этот товар, а человека, наверное, я так понимаю, он на такой раздаче, что мало кто это берет, и поэтому он написал код. Бывает такое, что да, шлю тебе сразу и код, и все, и даже не хотят не спрашивать, ни кто ты, ни твой профайл, ничего, ну, там, куда-то, какой-то специфический товар. Все зависит от спроса и предложения, конечно, если у тебя будут телевизоры. А, классно, мы спором. Подхаб, докинг, дутнистейшн, что у меня, вот, для планшета Microsoft. Для... Ну, необходимости в этой док-станции нет, я, честно говоря, грязи, я кому-то смогу подарить, поэтому, и сейчас мне ее тянуть, она объемная, она будет с нами, просто... Теперь просьба мне такая, показать, показать, прям пошагово, для новичка, как зарегистрироваться. Вот я шлячу сейчас, да. Как именно зарегистрироваться, то есть, просто как начать взять эту станцию, или там, зонтик, е-мэ, это что? вот, вот, вы вам прислали, вот так это все выглядит, вам прислали. Лучше планшет бы дали, Обычно идет дату, допустим, я покажу, там, другую переписку. Планшет бы дали лучше, чем станция. Планшет бы позже, я так понимаю. Вот там переписывайтесь, вот это, то есть, мы с человеком сразу, мы с ним, мы с ним, у нас, Сергей, начали телефон, там, пара, фидить, а может быть, в почту, вот, вот ваш код, пожалуйста, или сниверситеты. Ну, так вот мы с ним идем. Это я взял уже, непосредственно, как говорится, шли в рентальной реальности. Ну, что, у тебя очки есть эти? Телефонки? Нет, еще идут, идут. А телефон-то есть, чтобы откнуть? А? Телефон-то есть? Нет уж, еще идут только. Нет, телефон туда надо воткнуть, очки реальные станут, я так понимаю, с телефоном, нет? Да, я так понимаю, да, с телефоном. Вот, мы берем этот код, копируем, добавляем в карту, вот, просто шкаф, просто продолжить. Неизвестно, сейчас работает этот код, не работает, я честно говорю, я его не использовал, просто я сейчас это оформил, а потом я отменю это. Коды, естественно, они с ограничением по срокам, так что их в любой момент могут закрыть. Сам кучу этих кодов нараздавал, я как минимум... 28 пунктов отход, мы сюда вставляем код. 300 товаров продал сам. Занимаем его код. Код сработал, видите, 0,0,0. Все, вот, вам, действительно, как это работает на реальном примере. Нажимаете, код, вот, вот номер вашего заказа, вы это непосредственно... Я могу, сейчас возьму, размещусь и вклубь. Можно и на Алиэкспресс, конечно, купить его и доставить подешевле, а можно просто за бесплатно взять намазывание. Да, может быть, это действительно нужная вещь. Вот. Называем, все, я написался в Твиттере, то есть, человеку, возможно, пригодиться, чтобы я ему не совсем был бесполезен. Вот, в принципе, и все. Смотрим. То есть, у меня, вот, Prime у меня подключен. А, я вам не показал, как оно, почему. Что, бесплатная доставка. Вообще, надо ей показать, как на Амазоне зарегистрироваться, насколько это все просто, что это все не китайское, это тема. Я думаю, видео много на YouTube, как зарегистрироваться на Амазоне, как подвязать карточки. Ну, там вообще ничего, правильно, просто ничего, там, минутное дело. Вот вообще. Видите, не погружено. Вот, это шип. Вот, это уже получено. Непосредственно, New Jackson. И все. Просто можно посмотреть, сколько он весит, да? Сколько он, непосредственно, весит. Ну, по крайней мере, сколько Амазон считает, что он весит. Там уж не бывает косяки с весом. Сыпем вы, 5 и 6 локций. Не берем. Не так делаешь. Знаешь, как надо сделать? Выделяешь, правой кнопкой нажимаешь, быстрее. правой кнопкой нажимаешь. И он сразу выставляет тебя. Вот, выделим правой кнопкой. Выделяй. Правой кнопкой нажимай. Вот, найти, 5 и 6 унс в гугле. И тебе сразу автоматом на вес перечимать. А я еще делал по-другому. я тоже делал несколько 200, а если можно сразу, зачем? Тут вот, 158 грамм, 200 грамм. Сказка. Ну вот, мы делим 5 долларов на 200 грамм. Сколько это у нас получается? Сколько долларов мы за этим? Да какой доллар? Ну, такая вот вещь, можно, да. Конечно, проблема. Теперь, если я включусь чуть-чуть. Не, но я даже, пусть себе оставлю, да, 200 грамм, заключается 200 грамм, человек не писал код, ты сделал мой обзор, может когда-то и пригодится. То есть, не буду я обменять этот заказ. Комбинировать, комбинировать, получается, к сожалению, вот эта вот не, компания не собирает грузы, то есть, было бы оптимально вообще, там, до килограмма, то есть, они делают так. Но здесь еще есть момент один. Первый, это то, что мы делаем, действительно, с Фейсбука начали, потому что самое простое. Самые простые товары, Фейсбука, не всегда порог входа. Да, это именно Фейсбук группы и выбор большой, но там самые, такие скажем, простые. Крупные компании, крупные компании, они все равно будут продавать через платный сервис, который мы сейчас разбираем. Гивауэи, Томасон и все остальные. Гивауэй, он там интуитивно понят. То есть, Томасон там, Канадан и моменты. Ну, я тебя сведу с человеком, который раздает, вот, я его попрошу специально, сведу тебя с ним, надеюсь, он поможет. Он, действительно, много там раздает и хорошо разобрался с Томасоном. Он тебе, может, со стороны покупателя подскажет, как себя надо вести, чтобы именно тебе предлагали товар. Вот. Да, в дальнейшем, сейчас я покажу, как. Получается, он присваивает ордер, номер ордера есть, номер заказа, просто, чтобы до конца было понятно, и потом вам, вы получаете трек-номер. Трек-номер, это когда он называется трек-маккедж. Сейчас я покажу, где этот трек-номер, что он выделен бледно-бледно-селеный цвет. Вот. Трек-номер, его вы копируете и вставляете в модную касту. непосредственно в эту графу. Сюда. И вам сразу программа считает, сколько вы заплатите за этот штраф. Но это будет только, когда уже будет вооружен этот товар. здесь вот первые числа, да, я уже показывал еще раз, как я могу сказать. Вот, поэтому трек-номер, вот стоимость заставки в Украине. То есть, он уже сразу показывает. То есть, вам не надо высчитывать, сколько же это, ну, лотерея, то есть, прозрачно, чисто. Да, мы модную касту, к сожалению, не рекламируем, баба к нам не заплатила. А было бы неплохо. Искренне, я этим сервисом доволен, честно. Вот без всяких, без рекламы, а так. Да, просто можете другие найти, где более дешево, напишите в комментариях под видео, мы будем с удовольствием пробовать и пользоваться другими сервисами, если где дешевле. Да, у них дата файлы подтягиваются чуть дольше, потому что, когда он отправлен в Украину, я его уже получил в Украине, а здесь только стоит отправлен в управление Украины. Но горячая линия, вы звоните вот по этому номеру, и она вам по вашему заказу говорит, все конкретно. Не, на каком этапе, как, что, операторов там довольно много, ожидать вызовов надо. Да, действительно, я уже так, как будто я рекламирую свой какой-то, как вот. Не, ну, да, рассказали. Но они действительно, ребята, сделали все хорошо, поэтому и порекламировать не грех. Согласен. Потому что есть такие сервисы, службы, что пусть саганасы снимают. Да, согласен. Если действительно за деньги нормально, плюс еще первый месяц вообще почти бесплатный. Ну вот видите, у меня друзья мои хотят добавить, что на деньги? Подтверди, 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 подтверди. Хотел дополнить, говорю, это мы вот сейчас показали вариант именно самых простых товаров, самых простых продавцов. Это Facebook. Самый демократичный, самый простой, надо разбираться, сам в жизни никогда не пользовался, за последний месяц разобрался. Я с ним пользовался Facebook когда-нибудь вообще. Так вот, по-нормальному. Я помещу? Да. Да нет, я вообще социальных сетях как беседел очень давно, плотно. Я в никаких вообще социальных сетях не сижу. Вот тут еще есть Facebook, но это для себя больше. Недавние ваши переписы и запросы на переписку. Это, видите, сколько у меня тут запросов еще. То есть, это те люди, которые во мне заинтересованы, которые мне пишут, которые мне отправлял заявку на беседу, которые мне отправляли заявку на беседу. Ну понятно, это этот мессенджер. У меня мессенджер готов. Чтобы хотят, чтобы я, ну, вот только что, 15.02, пока мы с вами разговаривали, человек написал. Ну вот, все, все действительно проходит в живом видео, никто, ну, еще заранее не договаривался. Вот, что напишут, давайте посмотрим. Короче, фейсбук и перейдем. Амазон подрез. Могу ли я добавить в вас за отзыв? Понимаете, я как-то, да, например. Все, ну, возможно, он что-то нам напишет на ревизу. Так, давай. Модель, все мы с вами сделали так, как она есть, в прямом грейдере, в прямом эфире, как говорится. Фейсбук рабочая. Товарь взяли бесплатно и наводом протелись, и все, и он сети, и мы с вами сейчас видео закончим, и в дальнейшем, возможно, у нас возникли вея. Ну да, я говорю, фейсбук рабочая тема, то есть, это действительно никаких вообще сложностей, это самое-самое-самое-самое простое для начала, потому что мы стремимся к тому в конечном итоге, чтобы нам предлагали, или, по крайней мере, мы брали те товары, которые реально нам нужны, которые реально интересны, потому что покажи вторую группу, у тебя есть где-нибудь Томасом там открыт, что-нибудь такое, Томасом, E-V-V, неважно, какие там товары, покажи, какие там просто товары люди дают на обзоры, которые ты, к сожалению... Ну там, наверное, они особо не отличаются от фейсбука, но там, возможно, есть просто следующий уровень, когда у тебя рейтинг расход, возможно, тебя добавляют какие-то следующие. Да, конечно, ты, когда находишься в этом, как его называют, пуле, каких-то рассылок, естественно, крупная организация рассылает надежным ревьюерам тот же самый Зонбласт, который делает именно сбросы товара, где там даже отзывы не надо писать, куда они продают. Естественно, таким же людям. Абсолютно тем же самым людям, простым, а те, которые пишут отзывы или не пишут отзывы, которые просто покупают за какие-то деньги товары, готовы купить. Вот, естественно, геймэвэй, вот, твиттер, у меня очень мало подписчиков, то есть, ну, я... Подписывайся, короче, он вам подскажет, вот в твиттер к нему задавиться. А я даже не, скажите мне, не доходят руки, да, восхудшую, твиттер, все, действительно, не пытаясь тренинг, пока ты отработаешь фейсбук, пока отработаешь, там, ты пишешь письма еще, попереписываешься с ними, то есть, и как-то время идет, идет, и как-то, не только шкорбовая фейсбука. Ну, добавляйтесь, он вам подскажет, в любом случае, в вопросе. инстаграм, да, вот, и вот мы непосредственно файн промоушнс, промоушнс, и смотрим, что у нас, доллар 99, подожди, она грузится у меня еще, ага, все, пошло. Вот, доллар 99, сумочка, стекла, женские лосины, я так понимаю, доллар 99, часы, бесплатно. Это не женские лосины. Я не буду тут нажимать apply now. Это компрессионные, компрессионные, спортивные. Так, потому что мне это не интересно, ноушники, которые я вам показывал, светильники вот эти прикольные, мне нравятся. Я ими сами, не то что торговать хотел, но так. Ложек, да, ложек я нажму, apply now. Смотрим условия. Write review on Amazon, и писать review on Amazon. Да, мне это подходит. Вот 19,90 долларов, я пишу. подпромощен. Ждите подтверждения бизнеса. То есть бизнес посмотрит мой профиль, мои подписчики, все, если я его заинтересую, он мне естественно включил. Какой-нибудь фотографию какую-нибудь подобрей туда засунешь, чтобы это респектательно. А это сработает, как это-то, Семейную я имею ввиду. Какие наши, какие-нибудь были на работе в фото, я так привязал. семейную, 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 какой-нибудь кинешься там. Вот, пробулся, вот, скажешь, какому-нибудь маньяку. Я бы, ну, как мне бизнес дал на рецензию. Скажешь, маньяк, он уже хочет у нас купить, его мы. Отображаем. Что, нормальный наушники? Что они ходят, работают? Так еще и только идут. А, еще не подошли. Ну да, да. Ты как здесь? Это другие. С 22-го числа я бы набрал столько товаров. Сейчас. Поэтому пишите, спрашивайте, я открыт для общения, готов общаться, познакомиться. И это интересно. Комментируйте под видео, он в любом случае под видео зайдет. Да, возможно, это будет тоже интересно. И потом в Твиттере, там, в Твиттере, в Фейсбуке познакомитесь и в любом случае. Все как бы здесь никаких секретов нет, мы друг другу не являемся какими конкурентами. Вот, просто действительно реальная нормальная тема, которая просто от души ее моя. Никаких там реферальских вознаграждений, каких-то там интересов. Да, это не какая-то схема, там, что я тоже там товарищем был, рассказал, то есть он тоже сейчас занимается, списывается, это интересно. Ну, одно, просто интересно. Ну, попробуй, да, Вера, 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 тут ничего такого нет, просто у нас непонимание. У нас хорошего не дадут, а там система просто, система продаж, так как я там торгую на Амазоне, именно с другой стороны я на это посмотрел, со стороны именно обзорщика, как это все выглядит. И некоторые, кстати, моменты для себя почерпнул. Я, например, раздавал достаточно легко и просто все, а вот так вот я потверкался в Фейсбуке, не все так раздают, как я. Куча условий, там, цены чуть-чуть поднятые, то есть, ну, не так все просто, то есть, если я раздавал, например, там, и по центу, и по доллару, и там, по два, и по три, то далеко не все раздает. Есть кто и покруче, и легче взять, чем мой товар, а есть реально со сложностями. То есть, просто это как бы расширяет кругозор знаний, как вообще все это происходит, вообще, интересная тема. На Амазоне, на Фейсбуке можно ковырять много. Мы показали, значит, вторую тему, это платные сервисы, платные сервисы, они только для тех, кто дает товар на обзоры, для ревьюеров, все рады хорошему ревьюеру. Ревьюер всегда в плюсе, никогда не в минусе, так скажем. Плюс некоторые, например, пишут, если крутой ревьюер, крутой, он пишет, мне не устраивает, например, три доллара, я готов за доллар взять. И такое бывает, мне многие писали. Кто-то соглашается. я так тоже писал, потому что есть сервис, сервис для продаж на Амазоне, именно для продавцов. То есть, крутые ревьюеры берут на обзоры уже за деньги. И чем больше у нее подписчиков, половеров, подписчиков на канале YouTube и так далее, или звезда в Instagram какая-нибудь там, просто звезда, у которой там миллионы подписчиков. То есть, люди там 5, 10, 20, 30 тысяч бывает. То есть, просто звезда в YouTube показал, я пользуюсь вот этими, я не знаю, какой-нибудь фигней, которая ноги бреет, или волосы втыкает. Вот это сейчас модно, вот это маечка модно. И реально у людей, у кого какие-то товары выстрелят. Конечно, не всегда надо тоже понимать, кому вы это все предлагаете, кто рекламирует, он один раз показал 10 зелени, там 20, а то и больше снял. Все зависит от количества, естественно, поклонников. Вот. Это вот тема, в том, можно товары посмотреть. Ну, в принципе, еще раз говорю, пишите в комментариях под видео, можно ссылку накидать, в предыдущем видео по этой тематике я скидывал, я, в принципе, ссылку под видео тоже сделаю на то видео более подробно. Еще у нас есть третий вариант. Третий вариант, хотим мы купить, например, рюкзак. А, ну, давай сначала с топ-ревьюерами, что я тебе показывал. Вот и третий вариант, вот этот у нас будет. То есть, заходим на топ-ревьюеров, давай посмотрим. И по последней дате, на первой странице, как я говорил, смысла лезть нет, там великие сидят и, естественно, великие товары предлагают. Ну, по крайней мере, на которые я соглашаюсь, на которые я пишу обзор. Лучше начинать вот с тысячной страницы и назад идти. Вот. Там больше, можно с 500, потому что я, например, свой товар раздавал на первой сотне, мне мало кто брал мой товар простой на обзор. А брали его с 200, с 300 и так далее. Вот. Потому что на первой странице, на первых местах там реально люди телевизора смотрят. То есть, ну, или им пофиг вообще на все. То есть, я всегда только беру книжки. Вот. И можно зайти просто на тысячную страницу. Сейчас на первой просто открою любых. Что-нибудь там, обзоры сделали. Ну, не важно, ладно. Вот. Нажимаем. Возвращаться. Ну, давай возвратись, посмотрим, что там. Все равно. А тут уже лица поменялись. Да, они меняются. Понятно. Конечно, меняются. Я и говорю, мы сейчас просто с программой делаем вот этих вот первую тысячу страниц. Будем продавать это. Почта. Чтобы автоматическом режиме вот эти 10-20 долларов сейчас мониторим. Ну, зайдем, да. Да, Мы как раз будем вот эти почты, этих людей для рассылки. для рассылки давай. Ну, 27 тысяч 9 и 28 тысяч полезных голосов за его отзывы. Красавчик. Ну, он в книге. Ну, он в книге. Ну, выходим, значит. И даже кином. Блю-рей. А, это игры вообще? Ну, да, это не наша тема. Это игры, да. Блю-рей, блю-рей, игры. Ну, в принципе. Давай следующую. У многих, кстати, могу сказать, в этом списке даже почки нет. То есть, они не заинтересованы в предложении от продавца. То есть, они через другие каналы получают эти отзывы. Ну, Да, вот обычный товар. Вот человек взял для ножей вот этот набор, там, ложки, резин. Вот это что-то тоже. Киров знает. Ну, и, скорее всего, йога, там, вот эта вот. Иружка какая-то. Ну, вот мы заходим на эту игрушку. И можно спокойно, да, предложить этому продавцу по последним датам. Взял тоже обзор. Покажи, каким макаром. Вот, видите, сон, бай, непосредственно бай. Но это только с ними. Большие компании мы еще не знаем, как, совсем полностью разобрались. А кто знает, напишите. Кто знает, написать. какие-то, какие-то, да, с найг. Ну, ты покажи, тоже, например, потом какой-нибудь товар сейчас. Мы не можем разобраться, как написать продавцу, например. Потому что даже на Алиэкспресс можно написать продавцу, что вы делаете обзор, делаете отзыв на его товар и так далее. Видео, если, дай бог, сошлетесь на какой-нибудь видеоканал и так далее. Выбирайте тему вставляете сюда письмо, ну, подготавливаете заранее письмо, там, что вы какой-то, что вы делаете и пишите, нажимаете, и он включает ваше письмо и потом у вас какой-то закрыл, при условии, что он должен обязательно ответить, потому что Амазон... Есть, которые не отвечают, да, то есть они, ну, не хотят связываться, но они, как там, что там, где их рейтинг себе уменьшают, да, или как? Они пишут, нет, они пишут эту фигню, что не требуют ответа на письмо. Просто это письмо переходит через конкретно, я так понимаю, амазонский, не на почту, а на почту в север-централе, то есть туда идет. А там надо обязательно на почту отвечать в течение 12 часов, я помню, сейчас вот я вам покажу, как это все выглядит. Кто мне ответил, кто мне ответил. Они это не вообще реклама, мне писали, что я что-то купил за 36 долларов. Все. Так она стоит 60. Ну, лампа, я смотри, какая-то. Да, лампа мне это интересует, не знаю, ну да, за бакс можно было взять, согласен. Я вообще, мне кажется, надо брать или который тебе пипец как товар нужен, специально, за приличный, как ты рюкзак купил, за приличные деньги, вот, или покупать реально, вот, вот, как это выглядит. Вот я написал, что я люблю, там, тестировать продукты, так, ну, конечно. это Амазонская почта, это Амазонская почта, это Амазонская почта. когда нам будут предлагать, нам будут предлагать, когда мы будем стоить тысячи, сотни, пятидесяти, и так далее, лучших ревьюеров, чтобы это добиться, ну, это надо действительно очень долго работать над этим, вообще, надо ли это, я не знаю, ничего не могу сказать. А вот есть тема, самая, мне кажется, крутая, когда реально аккаунт будет прокачан, правильно? Желательно там, в той же тысяче хотя бы находиться, и ломиться, ну, давай сначала там, хочу кроссовки Nike, набери в Амазоне просто Nike, там, я не знаю, там, Blazer'ы какие-нибудь, хочу вот Blazer'ы себе взять. Ну вот, нажимай на любого, то есть, мы сейчас покажем, как мы не можем понять, как зайти в Nike, продавец здесь у нас, Buy Nike, ну, Nike, конечно, маловероятно, что можно купить, но надо быть, мега крутым ревьюером, наверное, что-то, таким нагрой быть. Вы же видели, в Facebook группе Nike раздавали, ну, это Nike был? Это, может, не Nike был? Я даже показывал, в самом начале, что там Nike. А, ну, запросто, значит, да, и они ничего... Может, кто-то где-то по дешевке выкрутил. Ну, не знаю, тяжело сказать, да. Сейчас раскручиваю. На Taobao, на Alibaba, в халяве. Ну, нет. Вот, здесь нету SoulBuy, чтобы писать Nike, Nike, и все. Так, ладно, теперь давай, значит, ну, вот, то есть, кто вот по этой теме знает, как обратиться, вот, при таком дашборде, мы не можем понять, то есть, когда не написано, Buy, какой продавец, мы этого не знаем, здесь вот по-другому. Теперь набей, например, набей, например, рюкзак, или там, сумка, просто сумка как-нибудь, хочу там, я не знаю, сумку. Вон, Backpack, например. Ну, вот, в любом случае, там, хочу вот такую сумку. Смысл, назвались, вон, выбрали Woman какую-нибудь, там, я не знаю, Top Handle, Handback, вон, возьми, выбери сумку какую-то, конкретную хочу, женскую, там, подарок, слева, вот это, а? Нет, слева выбери, группу, группу, вы именно сумок, слева какой-нибудь выбери, не здесь, не здесь, вон, слева, влево, влево, Backpack, вон, видишь, конкретные сумки, в Дорсборте Амазону, влево, на самый верх, курсор поднимай, ну, вот такую сумку, например, это типы сумок, это подгруппа как раз сумок, любую выбирай, какая тебе ближе, там, рюкзаки, например, рюкзаков тоже море, для компьютеров, для этого, сейчас посмотрим, это как искать, ну, вот как раз, получается у нас, выбери какой-нибудь там, я не знаю, вон, casual, например, нет, просто более узкую еще, более узкую еще, например, группу товаров можешь выбрать слева, там, опять же, выбрать по размерам, то есть, для детей, там, casual, ну, неважно какой, любой выбирай, чтобы просто более-более узко, то есть, нельзя среди всех рюкзаков выбирать себе делать, смысл же нет, ты же конкретно что-то хочешь, мы сейчас покажем, как вот, это вот реально высший пилотаж, когда ты уже можешь, тебе нужно, я понял, я говорю, когда ты уже будешь с прокачанным аккаунтом, ты будешь куда-то обращаться, понятно, не в Хэлли Хэнсон, понятно, не в Найк, это маловероятно, я думаю, это звездам, у них там своя система, скорее всего, не про это, но бренды такие, вторичные, да, бренды такие, средние уже, и, соответственно, вам нужна вот такая, вот такого принципа сумка, вы отбираете конкретные сумки, и просто тупо, ну, жми любого, опять же, через бань, отправляем кучу писем, да, будет значение иметь, однозначно, от вашего прокачанного аккаунта, и Амазон, и Фейсбук, под бай, мы нажимаем на него, салф, вот, жмете, жмете, вам нужна вот конкретная вещь, вы сконцентрировались, на канале, и написали, и еще, конечно, помимо аккаунтов, надо действительно, сделать какую-то грамотную балланку, в принципе, можно всем одно тоже отсылать, я также думаю, что если даже прокачанный аккаунт, что можно писать за хорошую скидку, тогда мы сделаем полноценную, взять за доллар, я буду там устроить 25 долларов, взять за 15 долларов, я вам сделаю отличнейший обзор видео, все, тестирует надо, надо пробовать, надо пробовать, надо смотреть, разные текстовки, разные все, поэтому, подбирать, 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 живая тема, как говорится, да, можно написать, я люблю ваш бренд, написать, я хочу там написать, то есть, вариантов много, должно быть классное письмо и должен быть в любом случае аккаунт прокачанный, потому что без этого там делать нечего, то есть, ты на данный момент занимаешься этим там две недели, даже меньше, вот, у тебя шансов нет, ты уже попробовал, не получилось, никто не делает. Ну, некоторые писали, у вас молодой аккаунт, типа мы не получаем. Да, все правильно, все правильно. Все, спасибо, никаких вопросов. То есть, к этому вопросу надо отнестись достаточно нормально, потому что людей надо понять, они отдают товар, они платят за Амазону, все это, это все стоит денег. За этого им нужна реклама, то есть, далеко не всем надо на раздачу. Это мы сейчас показываем крутые товары, а сейчас пойдем в какие-нибудь там, я не знаю, товары, где куча китайцев сидят, вполне возможно, что они сразу на это клюнут. То есть, это в разных подгруппах, по-разному. Нужен нож, пошел ножи, не поленился, отправил 100 писем. Да по-любому одно письмо даст ответ. Если ты не нагло, если у тебя нормальное письмо, почему за доллар не взять? Потом написал, за 2 доллара готов взять. То есть, полно, огромное количество на Амазоне ниш, где можно предлагать эти варианты. Просто в любом случае надо прокачать аккаунт и не тратиться на это время. Прокачали, набрали всякого бутера, сейчас проблема другая. Этот бутер, он бесплатный, Prime бесплатно. Приехал на эту новую почту, надо, чтобы кто-то расписался, а потом вон в детский дом отправить. А лучше бы сразу, как он в детский дом, отправить, там, чтобы они расписались по приему. Сейчас вот мы на данный момент как раз ищем. Ну, если я, да, я говорил с тем человеком, которого ты порекомендовал, говорил, дальше беседу ведем. Да, будем сейчас ищем канал, именно, чтобы не отправлять на Украину, в Россию, в Казахстан, за эти деньги. Потому что основные затраты это доставка между странами. то есть там USB-шноры, которые нужны тебе больше только для рейтинга, тебе доставка бесплатная. Вот как эту подставку. Ну, они требуют фотографии, ну, может, кто-то и попотографирует, ну, это ты тоже, грубо говоря, я могу точно сказать. Я обзоры, на обзоры раздавал и половину фотографий не делал, так что, ну, извините, я мать. Ты главный отзыв, главное количество и главное звезды. Фотографии, видео, анбоксинг и все остальное, это уже вторично. Вот, потому что я еще раз говорю, я топ-ревьюром раздавал, это 40%. То есть я отдал товар за цент и мне из них всего из десяти четверо сделали отзыв. А на Фейсбуке, наоборот, мне из десяти где-то семь-восемь человек сделали отзыв. Вот, у меня простой товар, недорогой, но как на Фейсбуке я продавал товары, а считай, на то превьюж я раздавал. Потому что они реально великие, они реально товар брать не хотят, но вот такая вот ситуация. То есть тоже надо это все понимать. Тоже со стороны, просто я со стороны сам раздаю товары, я из-за этого как раз, людям и рассказал, что подумал об этом, а почему бы и нет. Но это реально, это можно спокойно чем заниматься. Просто понимание того, что брать все подряд, доставка, она реально жирно выходит. Из-за этого брать все подряд не надо, в начальном этапе надо брать все подряд, потому что у нас нет вариантов. Можно даже отправлять, да, можно отправлять, смысл нет. Тем более, есть как бы у кого-то знакомые, друзья, ну, они же так же фотографии могут сделать, на самом деле. Ну вот, то есть им на квартиру отправили, товар они расписались, да выкинули его, если он им не нужен. То есть так же друзьям отправили. Единственное, попросили на телефон, слепли, ну, у кого сейчас телефона нет со фотографией, и по тому же вайберу вам переправили, а вы переправили туда. Просто реальные обзорчики халтурят. Нет такого, что там, вот они классно делают, или еще, вот у меня такая, то есть запросто-запросто из половины раздач, что вообще ничего не напишешь. И ты им пиши обзорчик. В Америке система одна, покупатель всегда прав, ты даже не то, что заставит, ты даже не можешь попросить, чтобы он тебе пять звезд нарисовал. Ты можешь только попросить исключительно, дайте объективный... Да, они вас, но просят, и письма приходят, и шумят. Объективный, объективный отзыв, не более того, ты можешь три поставить звезды, они тебе еще скажут спасибо, я по крайней мере так хочу, я им еще скажу. Вот, спасибо, чем вам могу помочь. Вот, и ни ответ, и ни привет. Вот и все, то есть, из-за этого я говорю, со стороны, вот продавца и со стороны как раз покупателя, обзорщика, мы как бы пытаемся донести, да, это все, это реальная схема, обычная, нормальная схема, по которой можно покупать товары дешевле. Чем у вас лучше, сильнее прокачан аккаунт, чем вы лучше в этом разбираете, в социальных сетях, и во всем остальном, тем проще вам это будет сделать, и более качественный товар получить в будущем себе, там, практически за бесплатно. Ну, это реально, только доставку, плати и все. Так что, вроде, все, что знаем, все рассказали. Ну, да, в принципе, я думаю, на сегодня, на сегодня у нас достаточно. Так что, так что, вот так вот. Ну, все, давай, покедуем, созвонимся по позже. Все, пока. Пока.